Ежегодно в конце сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц, веры, надежды, любови и матери Иксофии. В старину женщины начинали утро этого дня плачем, жалея себя и оплакивая все беды и невзгоды. Ритуальный плач был своеобразным оберегом. Считалось, что о ком плачут 30 сентября, того печали и горести обойдут стороной. Но несмотря на то, что предыстория праздника очень трагична, в Доме культуры Ошиткова люди преклонного возраста решили наоборот петь и веселиться. Ведь в этот день немало женщин отмечают свои именины. И каждый человек не может прожить без веры, без надежды и без любви. Это праздник всех, не только нас, именинников, но праздник всех. Это как глоток свежего воздуха в такое тяжелое время. И спасибо нашему губернатору, который организовал такое активное долголетие. И вот такие чайные посиделки, где мы можем встречаться и со всеми разговаривать, общение в нашем возрасте. Это самое главное. Этого не хватает. Наши герои – девушки серебряного возраста, которых, кстати, зовут Вера, Надежда и Любовь, недаром радуются программе активного долголетия. У них появилась возможность не сидеть вечерами дома, а всесторонне развиваться и жить активно. Они участвуют во всех мероприятиях, и в культурных, и в спортивных, и даже в молодежных. Они в качестве волонтеров всегда помогают нам. И сегодня в замечательный праздник Веры, Надежда и Любовь мы пригласили их в наш замечательный зал, где поздравляем всех именинниц с праздником. Душевные посиделки с чаем, угощениями, разговорами сменялись веселыми конкурсами и песнями. Тон задавали гости. Многим известный в Воскресенске коллектив «Барановские бабушки». Серебряный возраст – это время, когда можно и нужно жить весело и со смыслом. А День памяти, веры, надежды и любови – это еще один веский повод собраться все вместе, обсудить печали и радости, попробовать домашние угощения и спеть любимые песни. Руслан Полянин, Новости Искровект.